Здравствуйте! Это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. И сегодня в гостях нашей студии Галина Салата, министр образования и науки Республики Хакасия. Здравствуйте, Галина Александровна. Добрый день. Выпускники сейчас усиленно готовятся к сдаче ЕГЭ. Практически все уже определились с выбором предметов. Каковы вообще предварительные итоги этого выбора? Мы в министерстве проанализировали те результаты поданных заявлений нашими детьми и установили о том, что большинство наших ребят собираются поступать в учреждения высшего образования. Это свидетельствует о том, что кроме обязательных экзаменов русский язык и математика, ребята выбрали предметы, которые им необходимы для поступления в ВОЗы. Интересно, что традиционно уже теперь стало. Основной экзамен, который выбирают большинство ребят, это общество знания. Около 50% ребят выбрали вновь этот предмет. Отрадно, что стало больше ребят сдавать физику. Это около 25%. Наши ребята по-прежнему предпочитают сдавать историю, биологию, но, к сожалению, есть такие предметы, по которым выбор очень небольшой. Это география, это иностранные языки. Но в целом, вот это соответствует общероссийской тенденции. Наши цифры не являются исключением. Так же, как по России и Российской Федерации, вот они соответствуют таким значениям. Но гуманитариев у нас гораздо больше. Гуманитариев больше, но становится больше у нас и представителей точных наук. Вот физика. Совсем недавно, около 8% только выбирали этот предмет. Сегодня 25%. Могут ли участвовать в сдаче ЕГЭ выпускники техникумов, колледжей, училищ? Участвовать могут. Только возникает вопрос, надо ли всегда участвовать в сдаче единого государственного экзамена. Потому что в соответствии сегодня еще продолжающие действовать правилами, если ребенок, закончив учреждение профессионального образования, идет в учреждение высшего образования на те же направления подготовки, то он будет сдавать просто вступительные испытания, установленные самим ВОЗом. Поэтому нужды сдавать экзамены в этом случае нет. Если же у него жизненные планы понемнялись кардинально, он может сдавать единый государственный экзамен. Но для этого он должен подтвердить документально о том, что программу общего образования он прошел в техникуме, в колледже или в училище, ну и прошел все необходимые промежуточную аттестацию, то есть фактически допущен для сдачи единого государственного экзамена решением педагогического совета учреждения. Выпускники прошлых лет, которые решили сдать ЕГЭ, что им делать, куда обращаться? Выпускники прошлых лет имели возможности уже обратиться. Они в этом случае писали соответствующие заявления с просьбой допустить их до сдачи экзамена в досрочный период, ну и могут также сдавать другое время. В досрочный период у нас написали такие заявления 52 выпускника. К большому сожалению, на экзамен пришли только 38. Экзамены у нас уже закончились. Они вот буквально 9 апреля, последний экзамен завершился. Экзамен прошел без технологических сбоев. Так принято сегодня говорить о том, что прошел в штатном режиме без технологических сбоев. Что мы понимаем о том, что нарушений по организации экзамена не было. Но хочется отметить о том, что в этом году мы впервые опробировали новую технологию проведения единого государственного экзамена. Что это означает? Это означает первое, о том, что если прежде в аудиторию привозили контрольно-измерительные материалы, специально упакованные, сикюх-паков, в присутствии ребят их вскрывали, раздавали, подтверждая, что соблюдаются все требования по конфиденциальности информации, то в этом году кемы печатали мы непосредственно в аудитории, в которой уже сидели ребята. То есть они видели о том, что вот пришло задание через интернет-связь, вот и распечатали эти задания и раздали ребятам. И второе новшество, которое было в этом году, это то, что сканирование уже от выполненных работ осуществлялось также в этой аудитории. То есть не было процедуры запечатывания в пакет, передачи полномочия на МУГЭК этих материалов, которые вез их в Центр обработки информации. А вот так вот уже очень даже прозрачно, это впервые, такую технологию мы отработали, она оказалась у нас успешной, и в период основной волны единого государственного экзамена мы вновь будем пользоваться. Но я бы еще один момент, с вашего позволения, хотела вот отметить, что если со стороны организаторов каких-либо нарушений по порядку проведения экзаменов не было, то, к большому сожалению, одна из участниц у нас была удалена с экзамена, потому что она пронесла телефон, об этом стало известно, и в соответствии с правилами мы вынуждены были удалить ее с экзаменом, и в этом году она уже не сможет переиздать единого государственного экзамена. Но вообще сроки ЕГЭ сегодня известны уже? Да, сроки единого государственного экзамена известны. Как мы знаем, их утверждает Рособорнадзор своим приказом, и первый экзамен, который у нас пойдет в основную, как это принято называть, волну, он будет 27 мая. Это будет первый экзамен по географии, литературе, который ребята ждут, надеемся, потому что число, опять же, сдающих экзамен по литературе становится больше. Сейчас и на федеральном уровне остро обсуждается проблема подготовки наших выпускников именно психологической к этим экзаменам. Как она проходит? Что тут у нас происходит? Вы знаете, понятно, что единогосударственный экзамен – это явление, процесс, случай, когда не может не волноваться ребенок, не могут не волноваться родители. И как мы понимаем о том, что вот легкая такая вот стрессовая ситуация, она полезна организму, потому что усиливается работоспособность, умственная деятельность усиливается. Но здесь очень важно избежать глубокого стресса, потому что он может принести обратную реакцию. В связи с этим, естественно, идет психологическая подготовка обучающихся к единому государственному экзамену. Что здесь очень важно? Очень важно, что ребенок понимал, что это один из факторов психологического воздействия, одно из испытаний, и не самое сложное, которое в жизни предстоит еще пройти. Что ребенок должен соизмеримо ставить свои цели и понимать, что он способен сдать единый государственный экзамен, что он его обязательно сдаст, потому что он учился в школе, потому что он выполнял те задания, которые есть, и ничего сверхъестественного в заданиях, в контрольно-измерительных материалах на едином экзамене не будет. Очень важно здесь, чтобы ребенок, конечно, работал, готовился к экзаменам, в том числе под наблюдением психологов. У нас есть очень сильные психологи, в том числе работающие в общеобразовательной организации, которые проводят в целом занятия с ребятами, читают лекции, проводят индивидуальные тренинги. Но вот в этом случае, если есть какие-то вопросы, не надо замыкаться ребенку самому в себе. Можно обратиться к психологам и иным. У нас есть психологи, например, в Центре Радость. Очень сильная команда, которая способна оказать помощь не только при личной встрече, в том числе через телефон доверия, помочь ребенку, оказавшись в такой трудной психологической обстановке. Ну и, конечно, очень важна здесь помощь родителей. Не надо лишнего требовать от ребенка, не надо постоянно ему напоминать, ой, впереди у тебя такие сложные времена. А всячески поддерживать своего ребенка, говорить только самые добрые, самые ласковые слова своему ребенку. И здесь еще одно пожелание для родителей звучит. Не надо мешать ребенку. Не надо мешать вот именно своими действиями, постоянно раздражающими и напоминающими, что ребенок, вот если не будешь сейчас хорошо готовиться, ты не сдашь единый государственный экзамен. Находи другие добрые слова. Потому что, как известно, и от добрых слов расцветает кактус. Поэтому вот только такая доброжелательная обстановка. Мой совет и для ребят, и для их родителей. Ну а вообще для многих детей таким, ну я не знаю, стимулом немножко расслабиться все-таки, да, перед экзаменом, именно второй шанс. Будет у них второй шанс пересдать все это. Да, если вы говорите, речь ведете об обязательных предметах, математика и русский, да, такой шанс будет. Но для этого нужно, чтобы выполнялось условие, не два экзамена на неудовлетворительную оценку, а один из обязательных предметов. Вот если по одному из обязательных предметов ребенок не сдал экзамен, то он может его передать дополнительные, как мы это всегда называли, в резервные дни. Такие резервные дни уже в расписании обозначены. Они будут до 30-го ее дня. И ребенок будет иметь возможность такой экзамен пересдать. Он может пересдать экзамен также в случае, если по каким-то причинам не смог завершить работу. Ну, например, не дай бог, что ребенок приболел на экзамене и по состоянию здоровья не может. По каким-то другим технологическим причинам он не мог завершить экзамен. В случае, если... Ну, чего, конечно, мы не допускаем, чтобы такой фактор был, когда нарушены правила проведения, порядок проведения экзамена, и в связи с этим ребенок не выполнил, не смог выполнить контрольные задания. И в случае, если председатель ГЭК отменит решение предыдущее по незрительной оценке, которую получил ребенок, вот при этих условиях он может переиздать экзамены в дополнительные или в резервные дни. Мы же со своей стороны учителя обещаем о том, что все необходимое, психологическую, такую доброжелательную обстановку мы создадим. Все, что касается технической части подготовки к экзамену, за это отвечают очень грамотные специалисты. Мы обязаны создать и будем создавать. Ну и если все-таки пошел вопрос о пересдаче, вообще то, что ребенок со второго раза сдал ЕГЭ, это как-то где-то отразится? Это отразится только в одном, что в базе данных будет, что он сдал единый государственный экзамен и получил удовлетворительную оценку. Далее при поступлении в институт никто об этом не узнает. Институт войдет в базу данных и увидит о том, что единый государственный экзамен сдан на то количество баллов, которое позволяет зачислить ребенка в ВОЗ. Ну, спасибо большое, что нашли время, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Галина Салата, министр образования и науки Республики Хакасия. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова